В США было опубликовано более сотни страниц документов, связанных с расследованием деятельности фонда Клинтонов, проведенного ФБР в 2001 году. Это повлекло за собой усиление политического давления на приближенных четы Клинтон. В материалах содержится информация о скандальном помиловании миллиардера Марка Рича, бывшим президентом Биллом Клинтоном. Рич обвинялся в уклонении от налогов и заключении незаконных нефтяных сделок с Ираном в период действия эмбарго, наложенного США. Это было самое крупное налоговое дело на тот момент, и финансиста могли осудить на 300 лет заключения. Однако в последние часы пребывания Билла Клинтона на президентском посту Рич был помилован. Это случилось после того, как бывшая жена Рича пожертвовала миллион долларов на нужды демократической партии, а также в фонд Клинтонов. Многие из недавно обнародованных документов о деятельности фонда подверглись сильной цензуре, и содержание практически половины из них было полностью скрыто. После публикации с новой силой вспыхнули споры о расследованиях ФБР в отношении друзей и соратников Хилари Клинтон. Против заместителя председателя ее избирательного штаба Хумы Абиддин ведется расследование о предоставлении политических услуг через фонд Клинтонов. Глава штаба Хилари в ходе ее неудачной кампании 2008 года Терри Макколев оказался замешанным в скандале вокруг попыток иностранных государств повлиять на американские выборы. Шерил Милс, ранее руководившая фондом Клинтонов, помогла Хилари установить личный сервер электронной почты и подозревается в ненадлежащем обращении с секретной перепиской. Филипп Райенс, советник Клинтон во время ее работы на посту госсекретаря, также обвиняется в использовании частного сервера для ведения служебной корреспонденции. Кроме того, сообщается, что Джон Подеста, действующий глава избирательного штаба Хилари, вовлечен в схему фонда Клинтонов по предоставлению политических услуг, получившую название «Заплати и участвуй». По словам политолога Лью Роквелла, семья Клинтонов похожа на итальянский мафиозный клан. Клинтоны мне напоминают персонажей фильма «Крестный отец». Вот только наблюдать за ними не так интересно, как, например, за Марлоном Брандо. Эта семья и ее окружение действительно продажны, и я сомневаюсь, что ФБР не удалось этого доказать. Видимо, дело в том, что на ведомство оказывает давление генеральный прокурор США Лоретта Линч или президент Обама. Наверняка сказать сложно. ФБР дело о служебной переписке замяли, заявив, что Клинтон действовала непредумышленно, а потому она невиновна. Теперь мы все же начинаем узнавать о том, насколько серьезные преступления она совершала. В распоряжении ФБР имеется 650 тысяч писем с компьютера Хумы Абедин, которые она использовала совместно со своим мужем Энтони Виннером. Конечно, Абедин сказала, что понятия не имеет, как эти сообщения могли оказаться на том компьютере. Я все жду, когда демократы скажут, что виноват КГБ, ведь сейчас же все списывают на Россию.